Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вам всего 19 лет, а у вас десятки тысяч подписчиков в социальных сетях. Как удалось добиться такой известности? Ну, на самом деле мне не приходилось что-то делать для популярности. В 2010-2011 году я зарегистрировалась в социальных сетях ВКонтакте, выставила свои фотографии, еще тогда снятые на мыльницу. И мои фотографии стали распространяться по разным группам. Маленькие девочки стали ставить мои фотки к себе на АВЭ. Ну и так вот все понеслось, как говорится. А вот как вам вот это чувство, что ваши фотографии репостят, добавляют себе на АВЭ? Это льстит или напрягает? Ну, поначалу это напрягало. Когда было очень много фейковых страниц с моими фотографиями, они набирали даже больше подписчиков, чем у меня. Но потом как-то к этому привыкаешь со временем. Анфиса, согласитесь, много красивых людей ежедневно выкладывают фотографии в социальные сети. Да. Красивые, разные, интересные, но они не становятся от этого популярнее. В чем секрет? Ну, если честно, я сама не знаю, потому что это так все легко и непринужденно получилось. То есть, ну, я как и говорила, что я не делала ничего особенного. И не пыталась как-то распиарить себя. И сама, ну, ничего не делала, в общем, для этого. Не знаю, наверное, маленьким девочкам просто я понравилась. И так вот, не знаю. А вот кого больше в подписчиках? Мужчин или женщин? Девочек, девушек. Да, больше девочек. Во что вам выливается ваша популярность? Узнают на улицах, пристают, пытаются познакомиться или что вообще? Узнают на улицах, да, девочки в основном фотографируются. Но также, конечно, есть негативные стороны этого всего. В плане вот мужской пол очень активно себя ведет. Преследуют? Ну, не прям преследуют. Ну, когда по улице идешь, да, могут долго за тобой идти, смотреть, там, подходят, знакомятся. И некоторые, как сказать, не очень воспринимают хорошо отказ и продолжают там дальше за тобой идти и так далее. Помимо фотоизвестности еще чем-то занимаетесь? Да, с весны этого года я начала снимать видео на YouTube, потому что девочкам очень это нравится. Я даю какие-то им советы. На самом деле это немного тяжело в плане того, что это нужно все совмещать с учебой, а видео снимать это очень много времени уходит на монтаж. Но как-то стараюсь это делать чаще, но не всегда получается в срок в срок все выложить. А какое направление? Ну, в основном это бьюти-видео. Какие-то советы по уходу за собой, разные там аутфиты и так далее. Сама снимаю, сама монтирую, все сама делаю. Это достаточно тяжелый труд, это практически телевизионное искусство. Вообще, как к этому пришли и с чего вдруг? Ну, когда только я стала популярной, я смотрела видеоблогеров очень многих, таких как Рома Жолочь еще тогда, он был очень популярный. Вот. И мне всегда хотелось этим заниматься, но я понимала, что это тяжело, и что мне нужна хорошая камера, и что мне нужны какие-то программы для обработки видео. И я к этому пришла только весной, когда я реально захотела очень сильно этим заниматься. И у меня уже на тот момент была камера. Сначала это было очень трудно и не получалось, потому что ты хочешь выглядеть в камере хорошо, но у тебя нет профессионального света, у тебя там нет каких-то красивых фоновых картинок и так далее. Но даже сейчас у меня нет такой картинки, которую бы я хотела видеть и которая бы мне нравилась. Но мне нравится этим заниматься, мне нравится монтировать. Я могу монтировать всю ночь, не спать. И мне приносит это удовольствие, да. Анфиса, расскажите о ваших хобби. Чем занимаетесь в свободное время, если оно есть, вот помимо фото и видео, есть ли вообще, в принципе? Да, у меня вся жизнь построена на фото, на песнях, на видео. И поэтому, не знаю, я всегда этим занимаюсь. Это мое и хобби, и жизнь, и все. Ваша известность в соцсетях открыл для вас горизонт в плане сотрудничества в рекламном направлении. Так ли это? Да, так. Вот расскажите об этом поподробнее. Ну, в основном работаю с магазинами на бартерной основе. Также очень много приложений, которые выходят как для Android, так и для App Store. Хотят работать со мной. Это, ну, реклама в плане, там, Instagram, ВКонтакте и так далее. Приносит ли это какие-то деньги? Ну, приносит, но я не сказала бы, что большие. То есть это дело для... Души. Для души. Анфис, приходилось ли вам работать с известными личностями? Ну, это были, скорее всего, видеоблогеры, да, но они уже достаточно известные. Ну, да, приходилось. Когда вы занимаетесь вот этой рекламной деятельностью, вы свое резюме направляли для сотрудничества или все-таки с вами связывались организации? Ну, раньше я сама предлагала работу, но сейчас уже в основном мне больше пишут на почту. Как родители к этому относятся? Ну, маме, понятное дело, нравится. Да, вообще вся семья положительно к этому относится. Всем нравится. Есть ли у вас кумир? Да, есть кумир. Это Джастин Бибер. И с самого его первого сингла, с самого его первой песни «Baby» я в него просто влюблена. Мне очень нравится, да. Это замечательный артист, я считаю. У него отличные песни, клипы и так далее. Анфиса, ну, тем не менее, несмотря на вашу популярность, вы девушка, будущая женщина, мать. Умеете ли вы готовить и нравится ли вам это? О, какой вопрос. На самом деле я живу с родителями, мне не особо часто приходится готовить, но я думаю, что когда буду жить одна, я выживу, потому что сейчас есть интернет, и можно спокойно найти какой-то рецепт и приготовить. Анфиса, поделись планами на будущее. Чем планируете заниматься дальше? Я на самом деле очень творческая личность, и, ну, я не могу себя назвать определенно сейчас с кем-то, что я модель или видеоблогер. Я постоянно открываю для себя что-то новое, но, конечно, больше всего хотелось бы связать свою жизнь с вокалом, так как я пою, но не знаю, что будет дальше. Пока вот развиваюсь во всех направлениях, пытаюсь все. А что поете? Эстраду, своих песен у меня нет, это либо какие-то каверы, выступления разные, в институте постоянно пою везде, вот, ну, хотелось бы что-то свое уже. Анфиса, ну, я не могу не воспользоваться случаем и спеть, попросить вас спеть для наших зрителей что-то. Я помню белые обои, черная посуда, нас в хрущевке двое, кто мы, откуда, откуда задвигаем. Шторы, кофеек, плюшки стынут, объясните теперь мне, вахтеры, почему на ней так сдвинут. Браво! Анфис, расскажите о каких-то курьезных случаях, связанных с вашей профессиональной вот этой деятельностью. Ну, негатив всегда присутствует, и на самом деле очень тяжело общаться с девочками, потому что это зависть, это есть, и я не самовлюбленная, но бывают такие моменты, когда девочки на тебя не так смотрят, задают какие-то вопросы, которые ставят тебе неловкое положение, пытались меня даже побить, вот, но вот так вот бывает, уже к этому привыкла как-то, и более спокойно отношусь. Есть ли подруги? Подруги, да, есть. Не разочаровались в женской дружбе? Были такие моменты, когда разочаровалась и твердила на каждом шагу, что женской дружбы нету, но есть подруга, ну, пару штук, которые остались со мной, которые не предавали, и вроде бы как все хорошо. Анфис, сейчас идет год литературы, и, соответственно, не могу не спросить, а что читает «Юное дарование»? На самом деле я учусь, и мне приходится читать только лекции. А на кого учитесь? Давайте оставим это в тайне. Анфис, вот Анфиса дома и Анфиса на работе, в образе, отличается как-то или нет? Скорее всего, нет. Мне кажется, я всегда одна и никогда никаких масок. Ну, единственное, что когда ты снимаешь видео на YouTube, ты стараешься быть более позитивной, и не могу сказать, что себя как-то по-другому веду, но где-то стесняюсь, где-то как-то не так разговариваю. Я замечаю это за собой на видео, но вроде бы везде почти такая же, как всегда. Анфис, раз уж мы говорим сегодня о социальных сетях, дайте какой-то совет, рекомендацию тем, кто хочет увеличить свое количество подписчиков, что нужно сделать? Вы знаете, сейчас на самом деле в социальных сетях очень много популярных детей, взрослых и разных других личностей, и на самом деле нужно просто чем-то заинтересовать аудиторию. Это либо какие-то интересные фотографии, либо нестандартные видео, и это должно быть что-то свое, чего уже нет. То есть что-то интересное в любом случае, как всегда. Нас сейчас наверняка смотрят все ваши подписчики, у вас есть возможность что-то пожелать. В каждом своем видео в конце мне говорят одну фразу, которая идет со мной по жизни, и которую я бы советовала, наверное, как-то прислушаться к ней всем. Эта фраза никогда не говори никогда. Если вы хотите достичь каких-то целей, чтобы вы не останавливались на полпути и всегда к ним шли. Спасибо, что пришли к нам в гости. Успехов вам во всех ваших начинаниях. До новых встреч. Спасибо. Друзья, я напоминаю, что у нас в гостях было юное дарование Анфисы Ибадова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова